всем привет друзья из италии и тут завтракать послушайте итальянский смотрите вот вся вся италия вот такие машины итальянские называются фиат фрукты качественные смотрите разуме всем привет друзья из италии думала отдохну от ютуба влога не буду снимать не буду париться и чуть-чуть там посниму для инстаграма но в основном буду от камеры отдыхать но я приехала ну с семьей конечно же с бейбарсом с куралом приехала отдохнула у моря посидела и уже появилась энергия мотивация поснимать для вас показать вообще реальную италью что вообще тут и какое у нас было разочарование какие были прикольные моменты и решила рассказать у себя в инстаграме рассказывала про это там и вот как происходит так сразу это допишу так что можете подписаться туда в инстаграм там у нас прикольно так рунтур вот такой скромненький мы самый такой пюджетный вариант брали здесь кроватки там спали все здесь для кухни здесь даже есть как это называется для кофе очень вкусный кофе мы дали молоко холодильник такое гардеробный телевизор кровать нам понравилось и очень хороший балкончик так сейчас мы собираемся тут завтракать вот такой вид вот в принципе нормально потому что у нас рядышком море вот в общем мы приехали вот чисто с рюкзаком два рюкзака и такая дорожная коляска послушайте итальянский здесь никто не говорит на английском но об этом позже в общем взяли вот так что это то есть низкая стоимость но без каких-то условиях можно брать только ручно-ручную кладь то там 10 килограммов это максимум небольшой рюкзак с собой и просто лететь то есть там не будет единочек еды там вода и так далее нужно проходить регистрацию самой обычные билеты они дорогие потому что там есть хорошие условия для пассажиров например плюс 20-30 килограммов багаж для чемодан еще рюкзак там возьму и все еще там еда будет хорошее обслуживание там а в блокпостерах они все это отсекается но зато цена очень низкая и по европе можно летать так недолго все дешево можно сказать 20 долларов может даже 10-10 евро тоже найти за такую цену билеты но нужно учитывать то что нужно планировать за три за шесть месяцев тогда будет еще дешевле отели тоже можно выиграть какие хочешь потому что все будет свободно и чем раньше вы будете планировать тем лучше и а мы это все начали начали планировать и не за месяц и смотрите вот вся вся италия здесь пешеходный переход а там это хотя бы машина останавливается ну такой городок сейчас вам покажу ой гор называется фимичина что за город почему мы сюда приехали прилетели все потому что здесь рядом с этим городом есть большой аэропорт италии и нам показали дешевые билеты именно в этот город вот и поэтому мы прилетели и сюда отсюда рим недалеко за полчаса можно доехать и аэропорт такой находится недалеко вот такие смотрим это такой город у моря до рядышком пляж рядышком аэропорт почему бы нет да если рядом рим просто поедем и все вот рядышком летают самолеты прикольно проезжали мимо и самолеты прямо касались земли чем загвоздка мы думали что аэропорт четырех километрах от нашего отеля там рядом пляж все такое будет шикарно что мы вот так пешочком дойдем до до отеля из аэропорта но ничего подобного мы там 6 часов проторчали чтобы найти какой-то транспорт до центра города не центра города вот до нашего отеля оказалось что это такая деревушка что плохо развитая инфраструктура не как там центральных городах и поэтому мы не могли до это или доехать никаких там автобусов по этому городочку никаких метров ничего нет то есть транспорта не было поэтому оказывается все едят на такси и пришлось платить за такси столько денег после шести часов поиска билетов там автобусов мы туда-сюда ходили никто ничего не останавливается сигарет на таляском на себя же там у сотрудников спрашиваем сотрудники даже не знают и мы такие что это такое как они тут живут или не хотят отвечать в общем что это такое и вообще было непонятно и вот такая вот ситуация шесть часов после ночного рейса с ребенком это что-то с чем-то так что так короче а теперь что мы сейчас ищем следующий наш отель почему следующий потому что мы заселились в этом городе решили оставить и потому что здесь аэропорт как уже говорила и мы сегодня ночью встречаем наших родственников откроем там ужина и одна племянница они хотели увидеть европу и заодно хотим с ними сами погулять конец лета успеть почувствовать лето с ними погулять и чтоб с ребенком они будут помогать надеюсь чуть-чуть что будем по очереди смотреть и как-то чуть-чуть отдохнем погуляем и так далее мы думали где можно постирать вещи потому что они за день уже все грязное конечно с ребенком ну еще это там на пляж ходили поэтому и нашли вот так мимо проходили нашли в такое вот место практичное и наверно вот сюда придем потому что мы здесь еще будем два дня вот такого города блестик мусор то есть итальянцы они такие немножко не как может быть немцы или чехи которые чистоте держат но это не знаю не невестный народ но так в основном что так немножко грязненько он вообще у нас капризный такой песен что хочет руках носить его здесь такой порт кораблики красивые этот монастырь кажется какой-то самолет я говорила что это город аэропорт у них такой большой мост получается чуть-чуть там современный дом но там недостроенный кажется и такой красивый порт вот плавает хочу поплавать мы опять пойдем к морю вчера было прохладно сегодня уже вот так вот жарко уже чуть-чуть поэтому мы будем целый день купаться вот принесем фруктики возьмем сейчас я покажу и магазин какой у нас ну говорят что здесь вкусно немножко страшного ты тут здания странно такие странные вот немножко заброшенное такое все конечно покажу рим тогда уже будем сравнивать что с чем здесь вот свои машины и фиаты итальянские так смотрите вот такие машины итальянские называется фиат они такие миниатюрные вот это тоже фиат и большое количество машин тут вот они такие мини-миниатюрные или это даже монтизна что у них такой супермаркет городе конат называется с цветочками еще но говорят что здесь очень вкусные продукты в общем зашли в этот в этот магазин хороший нормальный магазин фрукты овощи цены хорошие на арбуз например помидорчики 2,68 2,68 это сколько крон мы привыкли в чешских кронах все считать это итальянские есть по скидке здесь по скидке 8 евро получается 500 грамм где-то да и вот на пасту сколько в италии вообще качественные качественные продукты качественные смотрите разные такие печеньки цельнозерновые знаете вот это мы купили я сейчас куплю это спагетти смотрите какая дешевая даже евро нет то есть дешево это хорошо а здесь смотрите оливковое масло это серьезно это такая цена вот 6 6 евро получается это очень хорошо еще есть такие такая паста вот цены я вам так покажу очень много сыра очень много разных вкусняшек короче выпечек тоже много и взяли мы сейчас пришли вот в такой отель это другой очень милый тут сейчас посмотрим но говорят что мы заберем отсюда только ключи там уже дальше но это район уже лучше я говорила что такое ну очень такой город да но я сейчас вижу что есть районы хорошие сейчас покажу вам сейчас нам показать новый отель где мы будем жить это апартаменты точнее что вот весь дом будет наш и он показывает это целая целая квартира что вот это ванная первая ванная бэйби выходить здесь вторая комната здесь будет спать мини кухня тут здесь холодильник здесь вот отдельная комнатка такая со шкафом с телевизором окей так вот здесь еще комната такая тоже здесь есть свои шампуни то ли что это такое тут ванная и все получается сегодня пришли вот в такой сегодня жарко хорошо теперь сейчас будем купаться на смотрите что за красота такие волны ветер шикарно ой немножко холодно шикарно 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 ikt а зонтик зонт зонтик 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 зоны зонтик зонтик Но мое мнение об итальянцах, итальянках, это просто, это вообще, они реально очень красивые, очень такие спортивные, ура у них красивая, язык красивый, и вообще, все они красивые, очень и стильные, кстати, вот, смотрите, чайки как гуляют, и вот киди идут. Есть такие продавцы тут, не знаю, откуда они, делают такие косы, занимаются, мы нашли ведерко, где-то, смотрите, что, они разные косички делали. Тут вообще, вот, все лежат, только загорает, вот, но редко кто купается. В общем, мы вышли вечером снова, очень классная погода, супер, 24 градуса, вот. Что еще, да, было немного жарко в обед, и мы пошли купаться, в общем, купить какие-то продукты, ну и как приготовили, лучше, а потом нам сказали, что лучше купить готовую еду в супермаркетах. Так что сейчас на ужин, хотим посмотреть, может быть, станет дешевле, даже увидят, смотрим, что тут есть. Вот, гастрономия, сервита, тут есть. Геудеи продадут, и это так красиво! Столянский, просто такой шикарный язык. Смотри, какая пицца. Что мы купим? В общем, у них вот в магазинах продают такие пиццы, готовят огромные. Там выпечка, здесь уже готовая еда, здесь какая-то лазанья, здесь салатики, оливки, конечно же, и сыры. Вот такая вот колбаски тут. Давайте посмотрим сыры. Я от нём не смогла снять, потому что Бэйбар сплакала. Другой магазин, конечно, но всё же всё это сыры. Я искала моцареллу. Здесь рикотта, здесь пармичана, фета. В общем, здесь несколько отделов сыра. И, получается, я только смепела. Огромное моцареллу. Просто это шикарно, мне кажется. И я сейчас всё всё-таки возьму. И я думаю, вот эту взять, и у меня вот огромные отбереги. Смотрите, огромные просто пахамоны, как это называется. Прошутто, вот, крудо-прошутто. Смотрите, это, наверное, свиная нока, которая... Как это называется? Сейчас посмотрим, что-то возьмём. Предоставили нам такую кухню на вот таком во дворе. Сейчас будем смотреть, что там. Низовский ревент. Это ловка, духовка, хоть что-то. Это у нас вид с этой комнатой. Очень красивый. Я думаю, с утра запах кофе, выпечки, чего такое. Что мне завтрак в постель приносит, наверное. А потом, оказывается, тут есть кафешка. И тут итальянцы пьют кофе, бурно разговаривают. В общем, вот так вот. Наши итальянские будни вроде хвалят. На завтрак. Вот и колесей наш. ГОВОРИТ ПО-БУТРА Продолжение следует...